Всем привет! Итак, два дня назад вышло Ubuntu 16.10. Как вы понимаете, это событие я не смог упустить. Итак, начнем с того, что образ ISO увеличился. Место 1.4, который и так был большим, стал 1.5. В принципе, это неудивительно, по той причине, что эпоха болванок закончилась. Допустим, у меня в компьютере, еще раз повторюсь, у меня нет DVD-ROM. Все, можно установить флешками. Плохая новость до сих пор в Ubuntu Unity 7.5. С одной стороны, она плохая, с другой стороны, хорошая, по той причине, что те люди, которые привыкли к стабильной работе, получат все ту же Unity 7.5. С другой стороны, те, кто привыкли к стабильной работе, из головой, они не будут устанавливать Ubuntu 16.10, они останутся и на 16.04, 14.04 или 12.04, которые все еще поддерживаются. По моим данным, которые, точнее, я собирал с различных ресурсов, спрашивал людей, которые пользуются более активно Ubuntu, чем я, все-таки золотая середина по стабильности, это версия 14.04. Вы ничего не потеряете, если будете использовать 14.04 вместо 16.04. Совершенно ничего, у вас будут запускаться те же самые программы, вы получите прекрасную производительность и у вас будет прекрасно все работать. Вот так вот, 16.10, это больше является экспериментальным релизом. И вот еще что, в 16.10 включили Unity 8, но, чтобы ее включить, нужно завершить сеанс. И вуаля, она запустится, но не в эмуляторе, у меня она там так и не запустилась. Я все равно нашел Unity 8, до этого у меня уже был один обзор из Ubuntu Next. Она все еще такая же дерьмовая, как и раньше. Она, конечно же, красивая. К сожалению, жизненной практики я понял одно. Не все, что красивая, хорошо работает. И поверьте мне, это на самом деле так. На самом деле так. Далее у нас обновился наутилус 3.20. До этого была версия 3.14. Говорят, что было добавлено много возможностей. Ну, исходя из практики, разработчики гнома все больше урезают функционал. Превращая файловый менеджер наутилус в что-то подобное извращенное, непонятное. Перемещая элементы интерфейса то с одной стороны, то в другую сторону. Войдя в смятение пользователя. После каждого релиза он уже не знает, куда и нажимать. Иногда и хочется так взять или с ноги, или с локтя перемкнуть. Если честно. Слава богу, хоть в KDE, в Dolphin'е такого ужаса еще нет. Говорят, что они наконец признали, что производительность в 16-й версии 16.04 ужасная. Поэтому начали кое-как бороться с пожиранием памяти, с утечкой памяти. И начали все это дело оптимизировать. Что насчет классического софта, который входит в состав Ubuntu из года в год. Офис у нас, LibreOffice стала версией 5.2.2. Mozilla Firefox 49 версия от Hunderbird. Почтовый клиент 45. Менеджер приложения Ubuntu 3.20. Но это просто менеджер приложения, он не Ubuntu. Менеджер приложения Ubuntu закопали на версии 13.10, если не ошибаюсь. А это уже GNOME-овский менеджер приложений. Hit Inbox в плеер 3.4.1. Терминал GNOME 3.20. Очень важная вообще программа. Ее, наверное, чаще всего нужно обновлять. Можно было бы громко об этом не звездить, а просто приставочку 1.2.3 прикреплять и молчать. ShotOwl 0.22. Также у нас все это дело включает ядро Linux 4.8. Поддержка разгона графики AMD. Конечно, разгон это самое главное, то что нужно. Особенно для того, чтобы ваше оборудование было не очень холодным. Начальная поддержка NVIDIA Pascal в драйвере. Новый, вау. Господи, он так называется, как... Короче, это свободный драйвер NVIDIA. То есть, вы сами понимаете, некоторые возможности свободных драйверов только-только появляются. То есть, то, что может не свободный драйвер, в свободных только-только появляться. Тем не менее, могу отметить, работают они не настолько плохо. И чаще бывает так, что свободный драйвер местами работает еще лучше, чем не свободный. А если вообще его нет, то тем более, альтернативы никакой нет. Такой случай у меня был с процессором A4-4020, с видеоядром от AMD. Radeon 7840 вроде бы называется, в видеоядром, видеокарта. Так вот, там свободная версия драйвера работала куда лучше, чем не свободная. Вот так. Поддержка Raxberry P3. Это, конечно, круто. Так, поддержка режима от CPU, Lof, Power и DLE. Поддержка экрана Microsoft Surface 3. Круто, да? Расширенная поддержка аудиоустройств, USB, веб-камер. Вот такие вот дела, товарищи. Что лично от себя? Данный лиц ничего, кроме негатива, меня не вызвал. Так как Unity 8 ни хрена не загрузилась. Никаких там особых таких вау-изменений я не заметил. В принципе, 1610 это ни хрена ничего и нестабильным оно не должно быть. Все тут же Unity 7.5. Ну, то, что они уже его начинают добавлять в релиз, чтобы люди начинали тестировать, значит, они будут пытаться какие-то более масштабные баги убить. То же самое было в Ubuntu 11.10. 11.04, вру. Когда они вроде бы уже был, и Gnome 2 еще был, но уже была Unity первых версий. Ужасная тогда была вещь. Работала очень плохо. Вообще, Unity работала... Ой. Я помню, что Unity стала юзабельной, начиная с версии 12.04. LTS как-то они еще ее стабилизировали. Что касаемо Unity 8, которую они уже пилят и очень долгий период времени, то тут и говорить нечего. Все как-то похоже больше на какую-то изнасилованную мобильную оболочку. Я прекрасно понимаю, вы вырвались на мобильный рынок, но зачем спешить переводить на все это дело людей? Не обязательно все это дело превращать в одну сплошную Ubuntu. Не делайте ошибок в других операционных системах. Сколько бы говорили, например, что та же iOS и macOS одна и та же самая операционная система, но это не значит, что, к примеру, нужно превращать macOS в iOS. Понимаете? Аналогично с Microsoft, к примеру, уже прекрасно произошел с Windows 8. Какой был дикий провал, да? Что Балмера даже на пенсию отправили. Но теперь и вы хотите что-то типа этого сделать. Тем не менее, и так вы теряете позиции во многих опросах, тестах. Ubuntu, можно сказать, все еще первый дистрибутив в мире среди домашних таких пользователей. Да, он рвется на мобильный рынок, но люди все больше как-то разбегаются по другим разным дистрибутивам. По той причине, что вы своими сраными экспериментами уже немножко поднадоели. Не надо мне сейчас писать в комментариях, что используете Mint. А у меня установлен Mint. Ваш Mint это обычный сраный костыль той же самой Ubuntu. Хороший сраный костыль, вы на меня не обижайтесь, но меня уже это задолбало. Когда человек говорит, я использую Mint, а Ubuntu говно. Если бы не было Ubuntu, не было бы Mint. И напомню то, что большая часть репозиторий в Mint это репозиторий Ubuntu. То есть Mint это как маленький ребенок, который сосет сиську у дамочки Ubuntu. Потому что без Ubuntu ни хрена ничего не получится. Понимаете? Кто сейчас скажет, есть же версия на добивание. Ну есть и что? Много кто ее использует? Что-то не слышал. Как-то и волна быстро прошла. Уже вторая версия. Но что-то ни хрена никто не использует. Ну что ж, на этом все. Спасибо, товарищи, за внимание.